всем привет вы вновь на канале кристалл дискусс и я олег филиппов друзья сегодня 13 февраля раннее утро только включил свет и спешу поделиться с вами что вчера успел доделать и что мы сегодня будем делать ну вот все таки я вставил беру сейчас лишнее чтоб вам показать вы видите как он туда зашел да не все так просто было все притирочку вы видите я уже немного собрал стеллажик пока у полки не поставил вам показываю сам вот сейчас я буду его доливать до конца формировать весь грунт весь субстракт подсоединю вот эту линейку всю ну а потом возьмусь уже за вторую и запущу вторую линейку ну а затем уже вот на эту полку я положу фанеру и нужно будет вставлять еще фильтр вот для 3 этой линейки но уже самая высокая линейка уже не к спеху самое главное мне нужно сейчас всю рыбу зацепить биофильтр в общем и все нужно будет здесь как-то прибирать убирать видите как все получается аккуратно очень чистенько этот биофильтр придется тоже убирать с этой линейки и так же зацеплять как и нижнюю туда потому что остается вот один биофильтр как раз еще вот для этой верхней линеечки в общем работу проворачиваем огромную надеюсь что не зря забыл включить подсветочку чтобы было лучше видно и вот вы видите там где бурление с крупной фракцией там вода уходит через грунт под фальш дно здесь перемычка возвращается опять наверх и опять через грунт вниз и вот это место которое бурлит просто оно не будет пустым сюда будет загружено плавающее плавающий субстракт и будет кипящий слой ну а дальше уже мы будем я еще не положил положу будет губка это уже так чистая такая такой отсек где будет жить бактерия и уже потом будет сад последним будет уходить насос ну вот видите работает отлично собирает хорошо сейчас подсоединю нижнюю линейку и буду делать верхнюю друзья тут проверяют такой знаете контрольная проверка замба сейчас заливаю воду специально собираю грязь с аквариума и проверяю просто как это все работает заодно ну заодно и вам показываю глядите как это все работает чересчур много грязи специально собираю чтобы уже наверняка проверить ну вот то что через сетку будет где-то в щели пробегать будет собираться вот на вот этой на этом синтепоне и пробегать будет уже на губку и дальше уже пошла в лаву там у меня глядите итак друзья время летит очень быстро смотрю на часы уже пятый час и могу показать чего мы достигли за это время сейчас мы будем включать испытывать все-таки линейку зацепил я ее всю и посмотрим как это все таки будет работать итак видим фильтр полностью залит линейка тоже вся полностью залита и сейчас скорее всего насос будет качать и лишняя вода уйдет через отверстие сливные и мы посмотрим сколько останется ну и заодно вы видите уже вторая линейка зацеплены трубопровод сливной сейчас я а мне осталось подключить вот видите я еще краны не поставил нагнетающие воду сейчас как раз этим займусь если 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 вдруг все хорошо пойдет итак есть у меня здесь свободная розеточка временная и мы сейчас так где она у меня эта розеточка временная ну допустим ну допустим вот это это у меня внутренние помпы ничего страшного не произойдет включаем так пока вот эту мы приблуду уберем и будем наблюдать что будет происходить так ну вода пошла грязь закрутилась грязь закрутилась здесь тоже все полетело закрутилась 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 здесь все полетело ну единственное нужно будет вот здесь доработать соединения кому-то я забыл поставить ничего страшного напор увеличится ну вот вам напор пошел первое аквариум ну в общем здесь в этой линейке ничего не изменилось изменился только фильтр так приходится тут прыгать через трепятствия так ну вот этот кислород здесь лишний но его пока в другой отсек чтобы немного видеть движение ну ну насколько здесь пока не видно нужно чтобы немного поработал и ушла лишняя вода и сам по и сам по все полетело все закружилось так ну ладно поднимается мусор и на сеточку да ну ну пока работает мы приступим дальше все таки нужно вторую линейку подцеплять друзья ну вот уже и восьмой час дня вечер на улице все стемнело замело снегом честно говоря то что я связался с этой канителью я уже и не рад нужно ли это было мне ну наверное нужно в общем сейчас запустил пробное все сейчас я вам это покажу и нужны будут кое-какие конечно доработки но это уже в следующем и как бы на опыте останется ну и вам расскажу ну вот смотрите запущен сам и объясняет сразу что за сложности для меня были если бы это было просто вот вот этот линейка вот этот вверху а сам внизу тут проблем никаких нет как и вот в этой слева которая абсолютно никаких проблем но для меня как бы так опытный вариант был соединить две линейки одна будет в параллели с сампом а вторая выше и вот мне было интересно как же получится и как он будет работать этот самп и сейчас я вам покажу в общем то все это запущено видите все работает сколько всего лишнего освободилось сколько сампов лишних освободилось теперь показываю работу теперь показываю работу вот трубка верхнего верхней линейки через перелив поступает вода с параллельного с горизонтального горизонтальной линии вот на сетку с таким потоком идет грязь потом мы видим нет воды пустота между синтепоном и сеткой здесь вода падает и насыщается воздухом проходит через губку и попадает на лаву часть грязи будет оставаться вот здесь в отстойнике здесь же видите я специально не стал много мелкого грунта накладывать а здесь будет кипящий слой так же кипящий слой будет и вот здесь сверху небольшой прыг слой воды над грунтом и сделано так чтобы как бы никуда не утекал этот кипящий слой потому как вода уходит через грунт внизу через фальшпно и поднимается вот в этот узкий отсек и попадает опять сверху падает вниз поэтому плавающий субстракт он не будет никуда засасываться и все будет хорошо единственное вот смотрите вот такой должен быть рабочий перепад здесь всегда полно здесь свободная воздушная подушка чтобы вода капельным путем попадала на губку и потом уже уходит здесь единственное я так думаю чтобы вот этот слой при протоке еще же протока будет работать он будет этот слой набираться поэтому я думаю что скорее всего вот здесь вот в этой воздушной подушке нужно будет делать отверстие отводное и в канализацию чтобы лишняя вода не собиралась чтобы этот слой поддерживать воды и что интересно вот здесь вот этот вот эта перегородка она должна быть намного ниже чтобы вот если слой опускается то все он не попадает в насосный отсек и вода выкачивается и уходит либо вот этот вот эту перегородку вообще убирать и тут вот из-под фальш-дна внизу будет вода сразу попадать в насос положить губку фальш-дно ну можно здесь еще сделать тоже кипящий слой в конце в общем кто на что гораздо будет вот единственные короче доработки это отверстие скорее всего нужно будет чтобы поддерживать вот этот уровень чтобы работала протока если протоки не будет то и отверстия не нужно этот слой никуда воды деваться не будет если ты грязь убрал подменил воды опять долил до этого уровня все будет нормально если будет протока бежать то уровень будет постоянно подниматься и куда-то вода должна будет уходить я не я думал что вода будет уходить из отверстий которые здесь в аквариумах есть но вряд ли она будет так уходить хотя можно попробовать конечно опустить немножечко сливные отверстия чуть ниже повернуть и может быть и резать ничего не нужно будет это я еще в процессе испытания буду пробовать ну в общем как видите все работает тут тут как говорится будем дальше наблюдать друзья ну а на сегодня я заканчиваю с работой пошел на улицу чистить снег за милопа самое не хочу надо джип откапывать я не знаю там сын привез специальную снегоуборочную машину лопатами не убрать поэтому сегодня уже никакой работы не будет спасибо всем друзья за поддержку за добрые слова вам тоже всего хорошего подписывайтесь на канал ставьте лайки и на сегодня пока ожидайте следующих роликов будем стеллаж собирать до конца устанавливать дальше выше кому интересно смотрите чао до конца до конца недои